приветствую друзья сегодня у нас на обзоре нож бастарда от фирмы кизляр supreme нож этот экземпляр лично вот этот именно изготовлен из стали 420 hc вот так вот он выглядит такой красивый нож я если честно ожидал меньшего но нож мне понравился действительно шикарная штука вот вот такой там толщины хочу сразу заметить что нож не является холодным оружием поскольку сертифицирован он по толщине обуха то есть по нашему законодательству нож не может быть такой толщины вот поэтому собственно это по мнению нашего законодательства не нож собственно вот кизляр supreme меня приятно удивил в этот момент но в этот раз дело в том что нож без косяков я косяков не нашел но я вы знаете товарищ придирчивый но придраться мне тут не к чему оказалось мерил спуске мерился на свете все одинаково все здесь симметрично вот еще интересная особенность конкретно моего экземпляра вот не могу сказать пошло ли это в серию но если пошло в серию то это очень хорошо и я считаю что это правильно более правильно потому что нож лагерный для лагерных работ каких-то серьезных должен быть с прямыми спусками но это мое мнение я так считаю нож был анонсирован как нож с вогнутыми спусками но здесь прямые я думал мне показалось мерил прикладывал всякие линеечки рулеточки прямые какие-то предметы вот таким вот образом просвета здесь нет то есть спуски прямые при желании его можно вывести в линку если что будет вообще шикарно исполнять рукоять рукоять здесь корень ореха очень удобная похоже она на ну практически идентичная рукояти от клинка урал от ножа урал но слегка побольше ну мне так показалось я не мерил вот но очень удобная сидит нож в руке шикарно нигде не наминает ничего тут такой дискомфорта никакого я не испытываю лично вот по ножнам нужно у нас выглядит вот таким вот образом вот такая замечательная декоративная здесь вещь в которую при желании под распустить и можно засунуть огниво ставить ставить правильно говорить ставить огниво ну сюда вот еще что-то можно приспособить ну вот в общем как говорится на что вашей фантазии хватит в ножнах нож сидит вот таким вот образом вот так фиксируется он фиксатором фиксатора фиксируется надежно то есть он не вылезает оттуда плотно все хорошо но меня смущает один нюанс я бы предпочел если бы фиксатор был здесь вот на этом месте почему его сделали тут непонятно тогда если бы он был здесь подвес был бы такой полусвободный то есть ну где-то может быть на пенек приселали как-то нож что завернулся там он бы сыграл а тут застегнутом состоянии но он жесткий слишком мне кажется это неудобно я так думаю то есть нож длинный сядешь у нас тут укрется ну кожа здесь плотная но что-то как-то на первый взгляд слегка отдает дермантином на вид но так сделано сделано нужно хорошо то есть все отточено строчечка вот так вот реализована таким вот образом меня его нормально говорится покажу все вам поближе сами говорится посмотрите оцените вот это вот качество ну сделано вот так вот ну мне лично интересно как этот нож держит режущую кромку поэтому приготовил я тут что построгать что порубить вот ну собственно перейдем к тестам наверно я думаю вам тоже интересно кстати вот эту штуку на ножнах она на заклепке она не пришита можно перевернуть под левшу и под правшую как вам удобнее ну или как вам проще открывать кому-то так нравится кому-то назад вот в общем нужно мы пока отложим так продемонстрируем остроту нога это он из коробки так режет то есть он я не подправлял его не точил ничего тут если не делал только сегодня забрал посылку в общем вот так нож режет из коробки за . хорошая вот прямые спуски радует то есть вообще нож мне предоставлен для обзора но как бы даже наверное может быть я его приобрету еще подумаю вот ну что же что мы ножом по ходе делаем мы строгаем рубим режем кости тут у меня приготовлено кости у меня даже тут живный ждет уже обед попробуем порезать но уже традиционный для моего канала тест на вот разрежем и косточки вот внутри части нам голень и посмотрим что будет с режущей кромкой и так поехали первый рез хруст костей я думаю слышали все одна вот отдадим товарищу и и так один рез 2 рез где-нибудь здесь попробуем так второй рез у нас был по кости третий рез что хорошо здесь здесь толстый обух и у здесь от нет фальшлезвия на обратной стороне ножа здесь и можно руку поставить удобно и надавливать то есть очень удобно в общем как то так разрезали еще один рез ну и уж сделаем еще один так это я в сустав попал вот косточка чтобы было все по-честному ну вот косточка вот она все разрезано этому коту отдадим так немножко есть спачкался ну да ладно так вытрем сейчас клинок и попробуем так вытер клинок более-менее так как же он режет что стал с режущей кромкой так ну вот этой частью я резал мясо ну смысле кости сами видите что ничего не стало с режущей кромкой я имею ввиду с клинком то тут вряд ли что будет потому шум толстенный тут надо еще суметь что-то как было так и есть то есть я вообще опасался что там это 420 как она себя поведет кстати кизляр supreme калит закалку производит в азоте в азотной среде поэтому собственно режущие свойства стали они хорошие так то есть особым способом калит и рез у нажатки для supreme то есть позволяет не техника оборудование и собственно рез рез сохраняется хороший так ну что порубим что же будет с режущей кромкой потом это американский клин по моему он сухой совершенно то есть он тут сох в таком виде жара то есть все тут прям очень и очень сухое ну что поехали так 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 в общем перерублено достигнута цель вот что хорошо в этом ноже еще про прямые спуски я уже сказал удобно удобно строгать двумя руками то есть когда нужно помочь себе второй рукой вот таким образом кладем руку ну конечно с кончиком нужно быть поаккуратнее но длина ножа позволяет комфортно положить сюда кисть руки и вот таким образом строгать к ножу я не привык естественно еще собственно так ну вообще приходится ловить угол честно говоря то есть вот так вот он только цеплять начинает видимо тут играет роль все таки толщина ну ну да есть определён рубить удобнее вот ну щипу вообще делать им можно тонкую так сейчас ну вот вот это не особо комфортно честно говорю может быть потому что я привык к таким кикутским ножам так попробуем просто построгать а кстати вот сейчас очистим кромочку режущую ну что удары приходились в основном на эту часть сейчас попробуем порезать бумажку тоже бумажка тот же нож снимаем одним дублем чтобы никакого подвоха ну ну собственно сами видите все хорошо с ножом ну как резал так и режет ну вот тут вот мусор поэтому ну хотя ну вот да просто покажу что мусор а то вот он не очистил я а вот где ну это я где строгал набился а тут где я рубил все хорошо собственно вот все режет все вот без вот так вот рез без махрения даже в принципе так ну ну чё строгаем таким вот образом классическим ну вообще строгает прикольно ну так вообще деревесина довольно трудная вот этот американский клён он какой то противный в плане строгания особенно если он такой полусухой вот как этот а это осина? нет это американский клён такой вот то есть тут пилили деревья кстати если что оператор у меня на талии поэтому все претензии к ней вот вот в принципе схватывает он классно вообще шикарно вот вот строгание классическим способом мне понравилось прям на линзу смахивает чем-то кстати так животное на тебе вот ещё один помощник тут у нас иди кушать вот то есть строгать таким образом удобно рукоять никуда не упирается ничего не это самое никаких неудобств я не испытываю обратным схватом силовой рез так сказать ну тоже прилично ну да то есть строгает нож хорошо мне понравился удобно ну ещё один гость идёт ладно гость на я тебе на иди вот ну собственно после строгания я думаю тоже ничего с ножом не случилось собственно ну как резал так и режет ну ещё один плюс ножа ваша рукоять ваша рука защищена полностью то есть вы можете упадку ну там я не знаю как-то так ну это не сильно но даже если сильно что-то тут руке ничего не будет поскольку и травму пальцев то есть совершенно травма безопасная ЛКФ абсолютно ваша рука защищена всё круто ну вот так вот пивается нож это не сильно я ударил это я ударил чуть-чуть в общем нож мне понравился даже в этой стали несмотря на мои опасения заточку он держит изумительно ну сами видели все вот эти вот резы все вот так все эти эксперименты как говорится своими глазами поэтому кто боя опасается что эта сталь как-то там не очень будет себя вести в плане удержания режущей кромки думаю бояться не стоит вот всё тут хорошо всё тут нормально и кроме того она ещё и нержавеет так что я думаю ну а кто хочет премиум какой-то нож более-менее из премиум стали то для тех людей есть модель которая выпускается стали слить с рукоятью G10 вот отверстие под темляк вот такое вот стекловое здесь навершие вот ещё один нюанс здесь если раскрутить снять щечки снять рукоять рукоять разборная и ремонтопригодная то есть если что-то случится с рукоятью не дай бог нужно поменять ну или поставить сюда из G10 я думаю они будут продавать эти рукояти вот ножичек здесь с выборками идёт что хочу сказать рукоятки лучше сбрызнуть изнутри ну в общем обработать их ну вот их лучше обработать ну баллистолом я обрабатываю просто чтобы при попадании влаги вовнутрь вот сталь то не ржавеющая а вот накладки ну чтобы воздействию влаги не подвергались они вот обработать их просто баллистоличком сбрызнуть ну чтоб пленочка была вот и всё будет порядочко вот так что вот такой вот нож на обзоре у нас был ну нравится не нравится покупать не покупать смотрите сами вот мне нож понравился вот приобрести подешевле можно естественно в магазине мистер чили вот ссылочку я оставлю в описании на магазин на этот конкретно нож вот продавцы грамотные проконсультируют вас вот кстати продукцию кизляр supreme лучше брать через сдэк заказывать чтобы вы могли посмотреть ну на всякий случай просто говорю вот ну продавцы вам выберут если вы попросите там ну чтоб по качестве не было получше вот это без проблем вот ну у меня косяков нет я надеюсь что что у всех так вот так что вот заходите на мой канал надеюсь будет интересно ну вот всем пока всем удачи берегите себя